В мае на морщикане собаки покусали 9-летнего мальчика. Ребенку понадобилась медицинская помощь. Спустя два месяца в микрорайоне по-прежнему ходят безнадзорные животные. Заниматься отловом имеет право только подрядчик, с которым мэрия заключила контракт. Выйти на связь удалось с трудом. Галина Степановна, здравствуйте. Это телеканал МТК. Подскажите, пожалуйста, вы уже на морщикане поймали собак, которые покусали? Девушка, ну девушка, вы оставьте меня в покое. Мы собак на морщикане поймали все эти штук. Это не говорит о том, что вы поймали именно то, что вы хотите. Я не понимаю, что вы хотите. Насколько часто вы ездите? К сожалению, Галина Степановна положила трубку. За последние три недели в мэрию Магадана поступило 4 жалобы на собак. Вопрос в том, на бездомных или безнадзорных. Нередки случаи, когда хозяева отпускают домашних питомцев на вольный выгул. Жители домов в 24 и 26 на Билибино придумали локальное решение проблемы. Они предложили сделать во дворе специальную площадку. Со всех домов ходят люди. А куда идти? Конечно, было бы хорошо. Огородили бы, поставили там тренажерчики для собачек, скамеечки для собачников. Отлично было бы. И убирали бы сами. Все идут и с маленькими, и с большими. Ну, с собаками. Много собак. Здесь собак много. И по две. По две маленьких, и по одной большой. Очень много собак. Ну, надо бы место. Магаданцы присмотрели два пустыря. Но эта земля уже отведена под строительство спортивного комплекса и второго корпуса 13-й гимназии. Об этом стало известно на заседании общественной палаты города, где обсуждали вопрос. Для выделения новых участков потребуется время и деньги. Одним из наиболее удобных вариантов общественники назвали гороховое поле.